Добро пожаловать на Меньшоу, подкаст, в котором мы приглашаем известных людей и немного с ними импровизируем. Я Никита Меньшоу. Меня зовут Арсений Попов. Здрасте. Арсений, привет. Добро пожаловать на выпуск. Ты первый гость этого всего выпуска. Поэтому это большая радость и честь для меня. И честь для меня, скорее всего, для меня. Слушай, давай для того процента людей, которые не знают, не следят за каналом ТНТ и за ТНТшными проектами, расскажем, чем ты занимаешься. Я актер в шоу импровизации на канале ТНТ. Канал ТНТ – это канал, который следит за тенденциями, особенно в мире юмора. И все новое, все хорошее, все лучшее, что где-то появляется, они пытаются адаптировать под телевидение. Если это работает, если это получается, то у них это дальше как-то идет в производство. И, соответственно, появляется передача. Если нет, то, по крайней мере, они попробовали, они поняли, что действительно сделали все возможное. И, например, либо пока не получилось, либо ищут героев новых, либо, например, не знаю, может быть, пытаются какой-то из этого всего придумать новый формат. Нам в этом плане повезло, потому что нас почти неизменными взяли в телепроект. Вот давай расскажем, как так получилось, что ты попал в этот проект и стал одним из четырех таких новых медийных лиц на этой передаче? Смотри, для тебя, ну и я надеюсь, для твоих подписчиков не секрет, что жанр импровизации, мы имеем в виду комедийную импровизацию, или театральную импровизацию, он существует достаточно давно, особенно в Европе и в Америке. И им там занимают, ну вот, может быть, как у нас, театральные кружки при школах, при университетах, вот у нас все это тоже так давно и существует. В России, мне кажется, это появилось относительно недавно, относительно, я имею в виду, например, КВН, относительно, например, монологов сатирических и прочего. Ну, то есть, да, был какой-то стендап, потом пришел, а последний виток это импровизация. Вот, и я когда познакомился с этим жанром, я в него сразу влюбился, сразу представил, что очень хочется этим заниматься, очень хочется быть внутри этого процесса. И, опуская сейчас историю, как я попал в импровизацию в Санкт-Петербурге, которая была тоже достаточно успешная, мы выступали на известных площадках, назывались мы тогда театр импровизации сразу, у нас было три человека, вот, и... Можно их перечислить, ну, можно перечислить, Антон Захарин, Сергей Матвиенко и вот я, Арсений Попов, мы втроем, к слову сказать, именно Антон Захарин меня с импровизацией познакомим, вот. И он сейчас, насколько я понимаю, занимается больше театральным, да, и впечатлением импровизации? Он, да, он актер, он работает в театре и занимается... Нет, я думаю, что мы сейчас все собрём, если, скажем, что там вообще в юморах упора нет, но причиной нашего, скажем так, раздвоения... Ну вот, да, скажем так, мы пошли в двух разных направлений, я пошёл за Сергеем Матвиенко в юмористическую, он пошёл в более театр, в более серьёзную, в более, на его взгляд, интересную, и у него там появились сторонники, он организовал, естественно, и свой театр импровизации. Я пытаюсь пройти всю историю, что, просуществовав в Петербурге какое-то время, мы узнали, что такие же театры импровизации, шоу импровизации, банды импровизации существуют ещё в других городах. Было вот на тот момент не так много, сейчас, конечно, гораздо больше, потому что телевидение, оно популяризирует всё подряд, вот, были такие в Москве, мы даже успели с ними не только познакомиться, но и сыграть, есть такое направление в импровизации, как театр спорт, я сейчас пародирую интервьюера, вот, а театр спорт, когда люди в импровизации соревнуются друг с другом, критерии очень условные, но об этом можно отдельно почитать, отдельно ты, наверное, сделаешь передачу, вот, и мы узнали, о том, что есть в Воронеже, тоже очень какие-то талантливые ребята, крутая команда, и уже даже планировали с ними сыграть, но с этими ребятами, с Воронежскими, был знаком Comedy Club Production Московский через Антона Шустуна, с нами был знаком Comedy Club Production через Сергея Матриенко, они знали, разумеется, о том, чем мы занимаемся, и предложили нам приехать, поиграть в Москве, посмотреть, как всё это выглядит. И мне кажется, именно вот это предложение, посмотреть, предложение попробовать это вот всё как-то адаптировать под телек, и стало вот тем шагом, который сейчас привёл к тому, что шоу импровизации на канале ТНТ уже два года. Есть ли какие-то три максимально крутые вещи, которые с тобой случились после того, как случилась импровизация на ТНТ? Я заработал на соцсетях, я не скажу, что это какая-то сумма крупная была, но меня это очень сильно удивило. Ну то есть ты теперь можешь давать рекламу полноценную? Да, за деньги, меня это удивило, что ты не делаешь ничего, я просто сфотографировался, это моё любимое занятие, вот, и опять-таки занимаясь любимым делом, можно заработать какие-то деньги. То есть понятно, что я не беру всё подряд на серии, там, понюхайте наши носки, расскажите об этом в своём Инстаграме, мы вам дадим вторые битпланы. Там была реклама Head & Shoulders, она была забавная, нас там красиво нарядили, собственно, чего ещё можно было желать. И ещё даже за это дали каких-то денег, поэтому мне, конечно, это вам понравилось. Это первое. Второе. Я тех людей, которых видел на телевидении, я сейчас даже говорю не только про канал ТНТ, а про многих актёров, каких-то звёзд, вдруг стал чаще видеть и не просто с ними знакомиться, а при встрече они говорят, ой, мы вас знаем, мы смотрим передачу, и, например, там, мы, ага, или наши друзья, там, или дети, поклонники, и это приятно. То есть ты хотел им сказать какие-то приятные слова, я нарвался на обратную. То есть такое, как бы, вот, ты, 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 как бы, не... Ну, новый круг знакомых, да. Вот, а третье... Ну, давай, первое, что приходит в голову, не уверен, что это правда, но вот если вот коротко, мне кажется, вот путешествие по городам. Со временем выхода первой передачи, то есть, вот, за эти два года, мы, по-моему, более 70 концертов дали в разных городах. Это при том, что 45 из них приходится на... Вот, на недавний наш тур, мы, два месяца назад, в течение двух месяцев объездили 43 города, дали 43 концерта. Никто в это не верил, мы переживали, думали, не выдержим, оказалось, это всё ерунда. Когда делаешь, что тебе нравится, вот. Вот, хотел спросить, поскольку я был на концерте у вас, на сразу и первом, и втором шоу в Петербурге, чем для тебя лично отличается концерт от шоу? Ну, понятно, что там монтаж и всё такое, немножко больше шуток, но вот, есть какая-то разница в атмосфере, может быть, может быть, в технике немножечко? Смотри, мы с тобой понимаем, что вообще всё, что касается телевидения, там должна быть динамика, да? Там непозволительные какие-то длинноты, там непозволительные провисы, и, конечно же, там никому не нужны неудачи, если только это не часть программы. Кстати, мне очень нравится, что в нашей программе входят неудачные моменты, в том числе, чтобы это было, да. Конечно, да. Это любимая штука импровизации. Вы знаешь, как на английском говорим? Mistakes are gifts. Да, ошибки — это подарки. Это я не то, что перевёл, это я знаю, потому что мы так же говорим. Чем отличается от телевидения? Мы в день снимаем четыре передачи. То есть мы заходим на съёмочную площадку с утра, и без остановок у нас идёт, ну, без остановок с нашей стороны. То есть, конечно, там есть куча технических, свет, звук, грим. Мы снимаем за день 28-30 игр. Стараемся ответить, но не всегда технически получается, потому что у нас там есть сложные технические шокеры, нашелопки, которые требуют длительных пауз. Вот. Мы из этих 30 игр в эфир идёт 28, то есть по 7 игр в передачу. А, не как-то, да. Да, поэтому мы можем, у нас на брак есть две, и то учитывая, что брак чаще всего технический. Ну, а то звук прям очень хороший показатель. Да, очень хороший показатель, очень большая ответственность. И единственное, как ты и сказал, что там монтаж, то есть мы можем подрезать саму игру чуть-чуть, там, начало, да, если она была не очень динамичная, да, и зафиналить где-нибудь чуть пораньше. Потому что мы, конечно, играем с запасом, то есть, например, мы играем минуты четыре, в эфир идёт трёхминутная какая-нибудь. А концерт – это, знаешь, такое полноценное от и до произведение. Там есть начало, когда ведущий, это наш, кстати, креативный продюсер Стас Шемин, да, креативный продюсер-шоу. Он наш модератор, он наш тренер, наш директор, наш ведущий, ну, знаешь, как, наше всё можно было бы сказать, но не дай боже, он слушает или смотрит эту историю. Нет, Стас, чтобы не зазнавался. Вот, там идёт лёгкое там знакомство, на всех случаях представление для тех, кто не понимает, о чём идёт речь. Вот, потом у нас идёт разминка. У нас, кстати, разминки идут и на съёмках, но они, конечно, не идут в эфир, потому что, ну, это такая больше для зрителей, чтобы они чуть-чуть подреклись, о чём идёт речь. Кстати, мы можем похвастаться, к нам ходят люди не за деньги. Очень часто на шоу, на телевизионных ходят люди, так называем массовкой, которые приходят и получают деньги за это. И их вот этот ха-ха, о-о-о, или какие-то там снисходительные аплодисменты, они все оплачивают. У нас люди там... С табличками вот такими, да, которые поднимаются? У нас с каких-то нет табличек, всё естественно происходит, люди сами записываются, кончают, заканчиваются места, они переживают, записывают, записывают на следующий. Вот, а на концерте, вот помимо разминки, потом начинается там быстро, и таким образом, чтобы там самая сильная игра стояла, попозже, вот, и так и понарастает фирм. Но самое ценное, что мы в эти два часа выкладываемся всегда на 150 процентов, и между играми ещё существует вот такой вот актёрский трёп. Когда мы друг на другом немножечко стеблётесь, друг друга подкалываем. Плюс мы на концерте все версии, все задания берём из зала, передачи нам их готовят, и Павел Воля читает их там с карточки. То есть мы всё же не знаем, но смысл в том, что процесс сокращается, то есть нам уже дают какие-то задания. А на концерте это может дотянуться там минут на пять, на две, на десять, пока мы возьмём какую-нибудь версию, потому что мы вначале пропускаем срушные и интересные бананы, ну, знаешь, как у нас называется там, ТОП. Например, люди говорят, патологоанатом, сауна, полицейский участок. Это они говорят не потому, что хотят увидеть, а это, может быть, первое, что приходит в голову. Ну и как бы, чтобы мы уже знаем, что это либо неинтересно, либо пословато, либо это уже играли там три минуты назад, хочется там что-то новое. Ну, то есть они принципиально для тебя не отличаются только вот в техническом каком-то моменте, несмотря на то, что там полное здесь, а здесь вот такое. Потому что ты с энтузиазмом и так, и так рассказываешь об этом. Да, энтузиазмом и там, и там, я бы это, знаешь, как сравнил. Это как бег. То есть вот тут мы бежим спринт. Спринт это? И концерт. Когда мы выходим, знаешь, прям аж мышцы прям видно. Да, да, да. Не до усейн болты. А там все-таки мы марафонцы, знаешь, такие. Мы рассчитываем силы на весь день. У нас там где-то есть люди, которые бегут за нами со стаканчиком, чтобы мы попили. Вот грим там поправить. Вот. Вот такая вот история. То есть и там, и там полная отдача, и ты это нравится. Вот здесь разные техники. Клево. Понятно. Как звезды медийной личности тебя кто-нибудь перевернул твое сознание, с кем-то познакомился лично? Типа, вау, вот не ожидал. Или ожидания не сошлись с реальностью. Скажем так, я вообще такой человек, который ни от чего, ни от кого, ни от кого не ожидает. Нет, не в том плане, что я совсем не думаю об этом. То есть, конечно, в каких-то моментах, особенно в серьезных, важных для меня, я пытаюсь предугадать развитие событий, или понять, чего человек хочет человек. Но в целом, особенно при знакомстве, я не делаю выводов по чьим-то словам, по информации в СМИ. Ну, я хочу с человеком лично познакомиться, неважно, знаменитым он или не знаменитым. Вот, поэтому, наверное, удивлять давно уже никто не удивляет. Но первым и самым до сих пор эмоциональным и поразившим меня фактом был характер Павла Воли. То есть, я его знал еще до переезда в Санкт-Петербург, до занятия вообще всем своим творчеством. Ну, то есть, Камереклабу 12 лет, уже более 12 лет. Особо преданные поклонники не могут занести вид еще с КВН. Я, кстати, его там не разглядял. Вот, поэтому человек смешной, известный, определенно талантливый, харизматичный. И, ну, можно даже сказать, что там звезда, топовая на российском союзбизнесе. И при первой же встрече ты ему готов простить, например, снобизм, может быть, какую-то отстраненность, свой нрав, свой нрав. Но вдруг я вижу, что какой-то парень в спортивном костюме, это не уважение к театру. Мы просто встретились с вами, грубо говоря, на какой-то встрече предварительной. И, пацаны здорово, видел шоу. Не само шоу, а репетицию мы снимали на видео. Прикольно. Вот этот, этот мне нравится, вот эти моменты, мне кажется, можно было бы убрать. Но это ваше шоу, говорите, что нужно, я все, что от меня зависит, сделаю. Если вы захотите меня там подкалывать, песочек и так далее, делайте это. Отвечу, здорово, засыпете, тоже здорово. И, как ты знаешь, вдруг я вижу, что с нами сидит уже один из нас. Не было такого, что, ой, вот мы с ним будем на «бы», как это все будет происходить. Вот эта простота, она, конечно, поразила. В сочетании с его известностью и возможностью его быть кем угодно, вдруг он узнает, что он простой человек, амплитуды человека, конечно, могут увеличивать. Да, Стас тоже очень хорошо отзывается об этом, с отрицей, что вы его в одном из интервью. Я вообще надеюсь, что мы друг от друга хорошо отзываемся, потому что иначе я себе не представляю нашу команду в деле. А мы же, бывает, что, не знаю, там, мы долго, ну, не сутками, конечно, но мы, особенно в этих других поездках, мы же очень много времени проводим друг к другу, и помимо творчества должны быть еще и человеческие какие-то отношения. И мне кажется, что ссоры должны быть везде, и они двигатель, всего, чего угодно. Но мне кажется, мы друг другу очень сильно подошли. Есть ли те команды импровизации, помимо вашего коллектива, за которыми ты следишь и думаешь, блин, они крутые? Вот именно слежу и думаю, что крутые, это те наши ориентиры. Не секрет, это такой злайный, что у него во всех его проявлениях. Ты про сейчас на современный говоришь, да? Вот. У меня, ну, скажем так, может быть, консерваторов в какой-то степени смущает, потому что там смена ведущих, смена актеров, потому что ты и привык к каким-то людям, и понимаешь, что они не задали планку определенную, плюс образы какие-то, и, ну, в общем, восхищаешься именно уровня волшебства. Когда появляются новые, ты их волей-неволей сравниваешь, пока сравнение не в их пользу идет, во-первых, а во-вторых, а все новое означает, что там что-то не получается. Либо перегорели, что плохо, потому что это может ожидать кого угодно, да, по-вторых, и, что здорово, например, нашли себя в других проектах и чудесах. Ну, да. Мы вот эту команду, старую, наверное, узлами все-таки обучаем, я, конечно, вот их воспринимаю как ориентир. Хорошо. Я за ними слежу. А вот из наших... Русскоязычных. Русскоязычных. Мы, так или иначе, видим, что происходит с нашими друзьями, кто организовал свои театры, кто, например, вообще ослабил эту историю, там пошел, например, в Регене Бутякова. А за этим за всеми следим. Плюс я узнаю про твой проект. И буду за ним следить с удовольствием, потому что я был там на начальном этапе, надеюсь, я, может быть, как человек, который увидит этот данный. Да, очень сильно. И то, что тебе огромное спасибо, но я уже это говорил, буду следить за вашей историей. Плюс у нас как раз Стас, наш креативный, он очень сильно, как бы сказать, слово мониторинг хочет под... Горит желанием объединить как-то это все в один однородный комьюнити какой-то, да? Нет, пока его именно планы я не знаю, но я думаю, что он информацию подключает, там, следит за появлением новых, видит кто-то, кто исчез, значит, все с ними понятно, кто-то, кто развился, он нам, например, лучшее показывает, и мы, так или иначе, через него ознакомимся с ними совсем. Если я кого-то вижу еще раз, я понимаю, что, ага, вот в прошлый раз мне показалось сыровато, а сейчас прям очень круто. Я назвать их не смогу по командам, потому что тут уже уже много, но скажу, что мне до сих пор, меня до сих пор включают смешанные команды. Я имею в виду девочки и мальчики. То есть все мужские в основном, есть какая-то там харизность, симпатия, и друг в сравнении с другом я вижу эту команду, знаешь, как в футболе. Как только появляются девочки, у меня идет какой-то... Типа как девочка может делать... Нет, ну оно отторжено на уровне, как будто бы, знаешь, два разных жанра. Как будто бы мне в драму вдруг полиснули балет. Ну, в хозлане же тоже были девочки, они как бы, понятно, что не на постоянной основе, но они появлялись. Очень специфичные, в качестве ведущей не очень состанавливались. Мне кажется, это здорово, когда в команду парней вдруг какой-то, знаешь, элемент сексуальности. Да, но она, нет, нет, и добавляет что-то там. Их шутки книг, ее подколы, все это там работало шикарно. Та барышня, которая там появилась, сомнительная внешность, была очень... Не знаю, вот именно так, что, знаешь, просто прикрывала чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот. Что касается импровизации вот тех вещей, которые я смотрю, меня всегда смущает вопрос, что мы играем же, да, я могу быть деревом, я могу быть собакой, могу быть женщиной, могу быть мужчиной, у меня в руках может быть все, что угодно, потому что у нас нет ни реквизита, ни декорационных костюмов. Как в этом во всем есть ненастоящая женщина, которая играет, например, мою партнерку по сцене Сергея Миквенко, только играет с настоящей женщиной. Возникает несколько неравное... неравное... я не знаю, неравное пистолетовое обстоятельство. Если я сейчас... А после этого думаю, как, блин, ты знаешь, мы играем в пантамину, но у тебя настоящий пистолет, а у меня вот эти два пальца. и мы стреляемся. Да-да. Потому что неравное будет. Вот давай всем импровизаторам скажем, как правильно показывать фантомимный пистолет. Я считаю, что он должен быть с двумя пальцами. А, так считаешь? Потому что, окей, да. Если ты сейчас мне расскажешь, как он в твоём виде, я считаю, что фантомим, он, конечно, должен быть, как будто бы ты его держишь за ствол, за ствол и крючок, да. Да. Но мы же играем не в фантомим, а в обозначении. А у мимов, которые уличные, я считаю, конечно, самым ярким, они же одежду, например, застёгивают. Сейчас не знаю, это не показать, но они же её застёгивают не натурально, а больше вот так вот обозначают, когда этот жест больше, ярче и очевиднее, понятнее. Мы же на гитаре играем не по-настоящему, а именно вот там, скрипку иногда лучше показать, да? Мы же как бы пытаемся вот обозначить, но кто так прям не делает, потому что такой плюс, такой шарш на этом нацепь. Покажи, как ты делаешь. Слушай, я тебе рассказываю реальную историю. У меня есть друг, его зовут Крис Уэллс, он преподает импровизацию в Токио, и он один из, как бы, таких людей, который давным-давно меня познакомил с работой Никита Джонсона и так далее. И когда я ему недавно при встрече на одном из фестивалей показал, что я куда-то целюсь, он говорит, don't do that, do this. This is how you hold the gun. И я как бы с тех пор из этого перерос в это. И сейчас, когда ты мне об этом сказал, я подумал, что, может быть, здесь есть разница между, вот там, пантомимным, да? Вот, и, когда есть пантомима, и это специфически сложнейший жанр, это одно. Но эстрада, а мне кажется, что импровизация, она больше к эстраде, нежели естественную проживанию и на каким-то прям, знаешь, точным детальным ПФД. Вот, надо различать ПФД и пантомимы. Паме физические действия, когда ты стрельнул с пистолета, вот так, и потом то же самое показал. В принципе, мы на этом все поймем. Да, это крут с ужасом. Пантомимы делают все движения ярче. А вот, у меня за пантомимы, за вот такие пистолеты, это обозначение сигареты, безусловие, доставание вот этих пистолей. И спички вот эти, знаешь, зачем это? Пусть появятся из неоткуда зажигалки. Ну, слушай, ну, мне кажется, это продиктовано твоим именно ТВ опытом, потому что я всех своих учеников именно учу к тому, что если ты хочешь создать вокруг себя какой-то мир, то его нужно показать максимально чётко. А в этом идет как раз две разные, два разных направлений. Если ты играешь в жанр драматическом, зажигайте в этом свои спички как угодно натурально. Ну, если комедий, кстати, КВН в этом плане близок, вот такая комедийная эстрадная история, то давайте лучше плотнее юмор, нежели плотнее изображение чего-то. Хотя, конечно, крутой фантомимчик и крутая пластика, она бы там всем не получит. Это очень интересно. Надо об этом подумать. Потому что шутки, которые могут родить себе слон, они вообще бесценны. Это понятно. Классно, хорошо. Такое воображение у людей, конечно, уже богаче, чем, то, что ты не завяз. Да, ты мне засадил такое зерно для дальнейшего раздумия. А я готов, чтобы вы даже на эту тему... Я даже готов признать твою точку зрения, но хочется её проверить в деле, скажем так, они на словах. Может, всё, идём и пробуем. Поэтому как мы будем, мы посмотрим, что лучше смотрится, то и верим. Сыграем с двумя пистолетами? Да. Хорошо. Слушай, у меня в подкасте я хочу ввести такую некую традицию, и офигительно, если мы её с тобой начнём. Мы её как-то пробуем. Нет, не как у Дудя, что я должен дарить подарок, я ничего не принёс. Блин, как так? Что такое? Нет, это импровизационный формат, который мы с тобой делали первый раз, когда мы с тобой познакомились. За кулисами. Но мы его делали в формате Stories на так буквально несколько, что-то, 10 секунд. Сейчас наша история будет какая-то более приключенческая. То есть мы с тобой для зрючелей, говорю, это формат, который называется «История по слову». Сейчас я и Овсений объединимся в одного человека и как-то начнём действовать в какой-то локации и куда-то должны от точки А прийти в какую-то точку Б, собственно, обозначая по слову. Единственное, у нас как бы мимая аудитория. А почему? Я же всегда... Мы когда репетировали без зрителей, я придумал такую штуку, мы берём книгу, опрём её на любой странице и, например, говорим «Место», да? Там тыкаем в любую строчку и я думаю, что во всей строчке найдётся какой-то... Ага. Всё, хорошо. Не-не-не, на самом деле всё нормально. Я просто вспомнил одну штуку, которую тоже хотел тебя спросить. А, мы можем название истории придумать. Да, название истории. Вот давай ты придумаешь название истории, но прежде чем мы туда перейдём, я всё-таки задам ещё один тебе вопрос. Он касается адаптации импровог от искусства в культурную среду российскую. На Филиппинах есть формат, который называется «Мисс Фиш». Это объясняется... Мисс как потерять или как мисс мира? Нет, мисс — это как мисс, да. У них потому что очень популярный конкурс красоты. У них есть такой конкурс там «Мисс мира», который они спрашивают у зрителей, а кто теперь? И вот им говорят «Рыба». И это всё делается на очень таком серьёзном. Выходит следующий и говорит «Дорогие друзья, сегодня, в 2018 году мы объявляем конкурс «Мисс Рыба». И выходят участники, они там борются за этот титул. И это у них такая традиционная такая игра, и все филиппинцы просто умирают. Это очень сильно смешно. Они, в смысле, и люди показывают рыб, да? Да, в смысле, меня зовут там Акуниса Еленовна и так далее. И как бы это всё превращается в такой формат. Иногда это лонг форма, иногда это шорт, но тем не менее это прям отдельный формат. Я даже запишу. Я хочу украсть сразу, в принципе, эту идею. Кради. У меня есть ещё парочка форматов, которые, я думаю, пока ещё никто не делает в России. Мы их попробуем как раз сделать формат в рамках Big & Pro Show. В «Хузлане» то же самое. Если ты его смотрел достаточно долго, ты обращал внимание, что у них есть такой формат, где два ведущих просто сидят и говорят «Да, мы хотим вам представить коллекцию дисков из 80-х и так далее». У нас такого нет. Ну, в смысле, в России нет такого формата. Мы пробовали его делать на наших выступлениях здесь. Мы, кстати, вот театром импровизации сразу, когда мы были в Питере, мы помимо того, что сыграли все возможные форматы, которые знали на тот момент, мы придумали, я думаю, что прям не меньше 20 новых форматов. О, вот. Что-нибудь из этого получилось? Что-то из этого было интересно? Да. Ну, вообще, надо сказать, что шокеры же это придуманное... Шокеры — это ваши, да, да, да. Ну, там просто технология очень похожа на мышеловки, поэтому, как бы, она... Не сказать, чтобы культурно отличается. Здесь она больше очень... Ну, нет, она больше похожа на игру «Умри», наверное. Ну, варчатся, да. Когда ты называешь букву загаданную зрителем, который ты не знаешь, и умираешь... Такая смерть и воскрешение, да. Вот, такие у нас маленькие смерти постоянно. Да-да-да. Но тоже, знаешь, она... Нет, понятно, что вообще смысл импровизации в том, что просто ты ничего не знаешь. А все правила наши, которые есть, это уже усмешнитель. Вообще, само слово «усмешнитель» — оно как бы противоречит тому, что мы играем просто драматическую импровизацию. Когда ты говоришь про этот свой пистолет, вот такой, давай без усмешнителей тогда играй. Если ты играешь «меняй», если ты играешь «суплер», то это уже усмешнитель и странно, что ты решила играть серьезно. Ну, кстати, у нас в театре-мпроизации, у нас был, по-моему, целый концерт, но он в зале «без смеха». Мы принципиально играли серьезно и очень все там было без шуток. И не пытались смешить зрителей в слезах у нас ушли. Потому что, да, ну, да. Мы объяснили, все это было. Да-да, это шикарная фишка. Грустно. Так, про что мы говорили «Мисс Фиш?» А, я записывал. Ты записал идею, да. И я спросил про форматы, которые могут возникнуть в российской среде. И если такие, ну, там, я не знаю, какая-то, какое-то веяние, которое очень сильно всеми поддерживается. Просто у нас «Мисс», там, что-то, что-то, мы его как-то тоже играли. Тоже очень прикольно. Но я не думаю, что это вот прям отражение какого-то российского пространства. Мы говорили, что мы просто попробовали играть в формат, когда двое людей, как раз у нас было два человека, мы были ведущими. Один называл тему. Один говорит, привет, у нас тема всей нашей сегодняшней музыкальной передачи – это «Перегоревшие лампочки». Да, да. Конечно же, когда мы говорим про «Перегоревшие лампочки», мы не можем не сказать про самого известного представителя этой проблемы, человека, который ее изучает уже долгие годы. «Встречайте, Антон Абажуров». Антон Абажуров уже говорит, да, я, собственно, он продолжает, и говорит, и первая песня моя, соответственно, на это, я сейчас с ней, ёп, мая, да, пример. И третий, он уже этот, и мы, наверное, у нас сейчас как раз в эфире. Мы типа нажимаем кнопку, и вот третий должен был импровизационно сочинить песню. Ну, это формат есть «House Line». Да, а я думал, ты правильно что ты говоришь, нет? Нет, а я про тот, который появился бы, если бы мы какое-то взяли, ну, там, придумали сами что-то вот это вот российское, уникальный российский формат, ну, из исключения «Шокера». Давай скажем так, есть ли хотя бы потенциал к тому, что будет такое придумано когда-нибудь? Думаете ли вы, ребята, об этом? Я вот что тебе скажу. У нас форматов, которые можно прямо сейчас играть на телевидении, я думаю, что есть запасы, ну, допустим, штук 50. Почему мы начали с тех, которые значили, для того, чтобы приучить тебя, меня, тех, кто вообще первый раз познакомился с ними, к тому, что вот есть такие форматы, они должны выяснить уже, знаешь, как, на подсознании. Мы их точно знаем, мы шутим про них, мы про них говорим, их правила нам даже можно дальше не объяснять. Мы познакомились с жанром, дальше можно усложнять. Так вот, я думаю, что вот усложнять и придумывать какие-то новые передачи, новые шоу, я думаю, что мы будем. Ну, наверное, надо начать чуть-чуть наиграться, потому что, знаешь, мы очень многие журналисты, я тебя сейчас назову именно журналистом, мы... Дутник не звал к себе ещё? Нет. Наверное, мы ему пока не интересны. Не мэр же Екатеринбурга перед тобой сейчас идут. Так вот, спустя там, например, пару передач, ну, допустим, два месяца после этой передачи, журналисты уже сказали, какие дальше планы, что будет новенькое. То есть, ещё не было Сталинького, мы ещё, знаешь, как... Мы начали играть, опять в футболы вернуть, начали играть чемпионат мира, ещё даже не сыграли отборы. Нет, тут на этапе отбора, чем-то говорят, а какой ещё спорт будет? Ага. То есть, знаешь, давайте это ещё посмотрим, давайте вот в это ещё поиграем. Ну, здесь я с тобой очень согласен, потому что... То есть, я уверен, что что-то новое от импровизации будет, потому что на волне популярности шоу будут возникать различные шоу, какие-то будут просто развиваться технически, а какие-то начнут развиваться, знаешь, в другую сторону, в новую обувь. Может быть, какой-то будет импровизационный фокус, а сейчас появился импровизационный стендап. Это же тоже круто, когда... Или импровизация команды, которая скоро тоже что-то... Ну, в общем, очень много чего впереди есть. В общем, очень много чего впереди есть. Так, что, мы с тобой должны играть, да, во что-то? Да. История по словам. Сейчас... Ну, давай, так будет, так будет, поисковать. Как называется история по словам? История по словам. История в организации, я начали пальцем подкну. Ага. Гёцца. 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 Будет непросто. Однажды, молодой, юный техник, решил поэкспериментировать с книгой. Открыв первую страницу, нашарив слово Гёцца, он непременно выписал слово в Тезаурус и решил зналить связкую пыль. Чудо. Возникла реакция. И из Гёцца и Тезауруса возник цветок, говорящий. Он спросил у исследователя, как это называется? Это магия, ответил исследователь. Цветок представился. Меня зовут Иннокентий Гёрдзе. Я проистекаю из рода Рюрикович. А вас как? Меня зовут Жульен Викторович Борщ. Я проистекаю из рода кулинаров. Поэтому, так, мы и познакомились. Гёрдзе засомневался в частности слов исследователя, но поприветствовал историю. Захлопав лепестками цветка. Прошло много лет, а Гёцца до 25 сантиметров так и не вырос. А исследователь вырос, но не выжил. Сцена. Чуть-чуть не хватило нам, можно произвести истории, но вот, кстати, это волшебство. Мы как... Давайте сегодня всё будет про футбол. Давай. Мы как футболисты, которые, например, знают правила игры, обладают определенной техникой, наверное, сыграть сможем. Но вот, знаешь, предугадать направление мысли, предсказать и создать прикольную историю у нас получится, знаешь, с меньшей вероятностью, чем, например, у сыгранной, но, например, менее способной команды. Конечно, однозначно. Импровизация – это всегда команда, всегда сыгранные двойки, тройки, четвёрки. И самое главное... Ну, я увидел твой приём, который мне очень нравится. Когда ты пытаешься и ты только говоришь предуг, ты «в» и как бы не показываешь такой маленький фрагмент. Мне, кстати, это очень нравится, потому что это именно такой трюк, который, например, не сыгран, не сыграться. Мне, конечно, было любопытно тебя поподставлять. Когда я сказал «пра», ты выкопался, что ты дописал слово, а я думаю, «Нестна, ты не прав, правда». Или «Расскажу про…» Когда вот такая игра слов. Интересно. Ну, ты выкрылся, да. Благодарю вас, Арсений. Друзья, нам пора заканчивать, потому что… Я не понимаю, мы записываем только аудио или все-таки видео идёт? У нас и аудио, и видео. Здесь как бы два разных канала. Я думаю, придётся, знаешь, подредактировать. Арсений, тебе спасибо большое. Спасибо, что ты пригласил. Мы всё делали. Мы всё закончили. Какие-то вопросы, какие-то интервью там, вот что у вас, на какой стадии ваша эффекансность или ваша успеха стоит? Ну, я тогда, наверное, всем зрителям скажу «пока», а мы… Спасибо, всего хорошего. Мы с вами прощаемся. Приятно было общаться. Big Improv в Телеграме, там вы сможете найти это интервью. Субтитры сделал DimaTorzok